К нам обратилась экологическая служба на то, что данная заправка работает уже полтора года без документов по назначению экологической службы. То есть документ не выдали, а они уже начали работать, а работу заправка имеет право производить только после полного пакета документов. К нам обратились, мы заблокировали вход и мы попросили, чтобы документы были готовы, чтобы все на кулах было заблокировано. Я думаю, сейчас вход уже разблокировали. Да, мы здесь не можем находиться постоянно. Мы попросили, чтобы все нормально было, чтобы все документы были узборены. Попросили у владельцев затравки. Какова их реакция была? И сказали, что они приняли, они будут разбираться, они сделают данный пакета документов. Мы прислали цель, что каждый человек, каждый орган, каждая компания должна работать по закону. И у каждого человека, у каждого компании должна быть полная почетка документов. В Державной службе инспекции Харьковской области зашло обращение громадской организации по поводу выделения специалистов. В ходе рассмотрения обращения выехала сюда как специалист посмотреть наличие документов разрешительного характера в сфере охраны окружающей среды. Документы предоставлены мне не были. Со слов разработчика, они сейчас находятся в стадии согласования. Обращение к вам от кого поступило? Обращение поступило с громадской организацией с хитрый корпус. Заправка в ВОК работает в соответствии с действующей законодательностью, со всеми абсолютно документами. Единственное, на сегодняшний момент, Департаментом экологии Харьковской области, по надуманным причинам, не выдают дозу в науке атмосферного повития с марта месяца 2015 года, имея на руках эти документы в Департаменте экологии. То есть они находятся там, на рассмотрении. Прошли до Департамента согласования во всех державных установках, подтвердили свое соответствие, положительную оценку получили. А Департамент экологии не выдает этот дозу по надуманным причинам, абсолютно. Как выходить из этого замкнутого круга? Сейчас поедем снова в Департамент экологии. Обещал нам с хитрый корпус АЗОВ, своей громадской приемальной, помочь, рассказав им эту проблему. Так как, в своих слов, Олег Ширяев является советником губернатора. Я надеемся, что они тоже вторую сторону тоже выслушают, то же самое, помогут в этой бюрократии разобраться. Вот и все. Все по честному, что выслушали. Планшет, экипаж 201, что неизвестные люди блокируют работу заправки. Приехав на место, разобрались с ситуацией о том, что асхитный корпус хотела проверить документацию у руководства заправки ВОК на экологическое разрешение деятельности. Документацию, соответственно, без основных причин на то и не предоставят. Ответы их не удокторил, поскольку они тут простояли полчаса. Но разобравшись с ситуацией, акцию они зафиксировали о том, что надо в дальнейшем воздействовать как-нибудь на деятельность заправки. Выслушали это публично, поскольку была сюда вызвана пресса. На этом конфликт был еще. Никого не задерживали, приняли заявление от граждан, как от представителя заправки, так и от организации асхитный корпус. Смотрели за безопасностью и общественного порядка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!